Сегодня мы рады представить вам эксклюзивный обзор PS-Drive электромобиля Audi Q6 e-tron Он занимает промежуточное положение между моделями Q4 e-tron и Q8 e-tron и является новым электрическим кроссовером от Audi Не терпится испытать его прямо сейчас Ведь он базируется на новой премиальной электрической платформе, в которой используются Audi и Porsche Это означает, что все будущие модели Audi и Porsche, исключая компактный Такие как электрический Macan, электрический Cayenne, электрическая Panamera, электрическая Q6 и электрическая A6 будут построены на этой платформе и будут иметь схожую технологию На передней части мы можем увидеть крупную цельную решетку, выполненную в белом цвете Обычно решетки автомобиля Audi имеют черный цвет Однако на специальном прототипе мы можем увидеть кольца Audi в более двумерном стиле и новую технологию освещения На передней части также расположены активные фары, состоящие из отдельных элементов которые могут изменять яркость светодиодов, делая автомобиль более живым Кроме того, покупатель может настроить световые функции индивидуально и выбрать режим дневных ходовых огней через систему MMI или приложение на смартфоне Это очень интересная функция, так как световые системы становятся все более продвинутыми и позволяют автомобилю общаться со внешней средой Поворотники выполнены в типичном стиле Audi Выглядят интересно В боковом профиле мы можем увидеть 21-дюймовые колеса, которые являются самыми большими из доступных Белые диски выглядят очень привлекательно и, возможно, они будут использованы в конечной версии автомобиля Я считаю, что они очень хорошо подходят этому автомобилю Длина составляет 4,7 метра, что на 20 сантиметров короче, чем Audi Q8 E-tron Но обе модели имеют одинаковую колесную базу Однако платформа у них не общая, это является лишь случайным совпадением Несмотря на это, можно заметить очень длинную колесную базу Учитывая общую длину автомобиля, что означает короткие свесы и спереди, и сзади Как это повлияет на вождение, мы узнаем позже Ожидается, что будут доступны версии с полным или задним приводом Наша модель оснащена полным приводом и способна разгоняться до 100 км в час менее чем за 6 секунд S-модель будет иметь разгон 4,5 секунды, что достаточно быстро Емкость батареи будет различаться Но у нашей модели, которую мы рассматриваем сегодня Емкость батареи составляет около 100 кВт в час И, скорее всего, это будет наиболее распространенный вариант на момент начала продаж Какую дальность хода мы можем ожидать? Мы узнаем эти цифры во время тест-драйва, но лично я ожидаю, что она будет составлять около 500 км Если вы останетесь с нами, мы будем держать вас в курсе этих данных Обратим внимание на заднюю часть автомобиля, ведь здесь имеется короткий свет заднего бампера А также использование OLED-технологии для задних фонарей Что придает им очень интересный и узнаваемый рисунок В нижней части фонарей, в зависимости от текущего статуса вашего автомобиля, кажется, что освещение в задней части оживает Кроме того, здесь больше игры света, а световая полоса, проходящая здесь, добавляет эффектности Желаете ли вы приобрести автомобиль в такой камуфляжной краске, как у этой тестовой модели? Оставьте свой твит в комментариях А здесь, в нижней части, вы можете увидеть такую интересную функцию живых светодиодов, которые немного мерцают Довольно круто Когда я подхожу ближе к автомобилю, можно заметить, что он сигнализирует окружающему миру И ты подходишь, возможно, не стоит приближаться слишком близко Поворотники сзади или аварийная сигнализация, которые также мигают каскадом И есть новая особенность Связь с внешним миром Здесь виден этот треугольник аварийной сигнализации Он статичен, но так и должно быть Ауди хотела, чтобы он также мигал, как указатели поворота Но это запрещено правилами и законами регулирования Но он уже показывает, что автомобиль сообщает, внимание И он также появляется, когда, например, пешеход или велосипедист появляются сзади А вы собираетесь открыть дверь Да, возможно, пешеходы или велосипедисты должны запомнить, что автомобили Ауди показывают Его, когда дверь собираются открыть или когда включена аварийная сигнализация Если вы внимательно следите за нами в формате 4К на полном экране полной длины вместе с Томасом То могли заметить, что здесь есть второй порт для зарядки Итак, по одному на каждой стороне Этот только для переменного тока, а другой для переменного и постоянного тока Пиковая мощность зарядки постоянного тока составляет 270 кВт благодаря архитектуре 800 Вольт И мы можем ожидать, что зарядка от 10 до 80% займет около 20 минут Что касается технологий вождения, то в этом автомобиле установлена пневматическая подвеска в качестве опции А различные режимы езды помогут устанавливать различные стандарты жесткости или комфорта Здесь отсутствует рулевое управление задней осью и система контроля крена Однако мы выясним, нужны ли они на самом деле, когда проведем тест-драйв сегодня S-версия имеет отдельный световой дизайн, который можно увидеть здесь А также доступны опциональные световые дизайны, которые можно выбрать внутри автомобиля или через приложение Я считаю, что играть со светом здесь действительно интересно, но для этого придется заплатить дополнительно То же самое относится к матричным LED-фарам, которые также являются опцией и имеют отдельный световой дизайн Однако за обе опции придется заплатить Когда вы меняете световые рисунки, они меняются одновременно как спереди, так и сзади Вы можете увидеть это сейчас Ауди разработала несколько различных идей относительно этих дизайнов И говорит, что это только первый шаг В будущем будет еще больше возможностей для световой коммуникации Как для дизайна, так и для обеспечения безопасности Или чтобы передать, что происходит внутри автомобиля, наружу На данном автомобиле также присутствуют две забавные наклейки Во-первых, на крыше расположены кольца Ауди, что выглядит довольно круто Возможно, в будущем их можно будет приобрести на рынке дополнительного оборудования А вот здесь есть наклейка, указывающая на то, что это прототип И сегодня на нашем канале мы проведем урок немецкого языка Послушайте и повторите Это означает носитель технологий Таким образом, данный автомобиль является носителем технологий Компании Ауди АГ Это был урок немецкого языка на сегодня Что касается переднего багажника, он будет присутствовать в Q6 E-Tron Но мы еще не можем его вам показать Я уже лично заглянул в него, и туда поместится кабель для зарядки А может быть и что-то еще В общем, как я уже говорил, много еще держится в секрете Но мы постараемся выжать из нашего обзора как можно больше информации для вас Давайте теперь посмотрим на багажник Кстати, на крышке здесь располагаются кольца Ауди Которые выглядят двумерными, но по-прежнему ощущаются объемными Следовательно, они по-прежнему являются трехмерными Давайте откроем его и сделаем первое измерение Это обычная полка И здесь чуть больше метра в ширину А длина немного меньше метра Но в целом довольно просторно Все легко доступно И здесь также можно сложить сидения Просто сложить их вот так И они действительно складываются практически в плоскую поверхность Так что места для багажа здесь будет достаточно Высота здесь составляет 78 сантиметров Что является довольно достойным показателем Кстати, я также ожидаю появления Q6 Tron в кузове Sportback Это новый ключ-брелок, вдохновленный предыдущими брелоками Но отличается от них матовым черным цветом вместо глянцевой черной лаковой отделки Я думаю, что это хороший выбор в плане дизайна Пока мы не можем показать вам всю новую отделку салона Но мы можем рассказать о комфорте сидений и об их эргономике Которая действительно очень хороша Для обивки сидения будут доступны различные материалы Такие как эко-кожа и микрофибра Но в этом электромобиле в новой модели все еще используется натуральная кожа Что кажется немного странным Здесь предостаточно места над головой для водителя ростом 189 сантиметров Кроме того, возможно будет доступен опциональный панерамный люк Руль выглядит знакомо, мы уже видели его в Audi Q4 E-Tron Он не совсем такой же, но также имеет резистивные кнопки на рулевом колесе Однако у них есть обратная связь И подогрев руля Перейдем к задним сидениям Что касается свободного места над головой, проблем нет Здесь осталось много места Я настроил сидения водителя под свои габариты, так как я высокого роста И здесь осталось достаточно места для ног Вырез сидений также помогает поместиться Честно говоря, я ожидал немного больше места для ног Но это может зависеть от конфигурации сидений Средние сидения, конечно же, тоже можно использовать Но я не могу продемонстрировать вам это в данный момент Можно перевозить по пяти взрослых высокого роста без проблем Разгон Мы достигли скорости почти 90 км в час Официальное время разгона до 100 км в час Для модели 55 В полноприводной мощной модели составляет около 6 секунд Для S-модели время разгона еще меньше Всего 4,5 секунды Система электродвигателей с новыми электродвигателями от Audi работает таким образом То задний электродвигатель всегда является более мощным Что создает приоритет задней оси Аналогично классической системе Quattro С распределением 40 на 60 Концепцию нельзя прямо перенести Так как здесь нет механической связи Ведь это электрическая платформа Однако более мощная задняя ось все еще сохраняется Что очень интересно для управления в поворотах Например, при выходе из поворота и повороте руля Чтобы ускориться Немного больше мощности направляется на передние колеса Чтобы лучше выйти из поворота и быстрее разогнаться Мы находимся на прекрасных Фарерских островах Где встречаются красивейшие дороги Но в связи с ветром и дождями в салоне автомобиля может быть шумно Однако благодаря отличной шумоизоляции Audi в салоне достаточно тихо Опционально можно приобрести пневматическую подвеску Которая также присутствует в данном автомобиле Все зависит от выбранного режима вождения В настоящее время мы находимся в динамичном режиме Но даже в этом режиме подвеска немного жестче Из-за установленных 21-дюймовых колес При этом ощущается работа пневматической подвески Но получается немного больше обратной связи от нее Однако, как мы знаем, даже в спортивном режиме Audi Сохраняет определенный уровень комфорта Который позволяет водителю ездить в динамичном режиме На протяжении всей поездки, не теряя комфорта В динамичном режиме управление автомобилем становится более отзывчивым Что мне лично нравится Настройка индивидуальных режимов также возможна Я часто использую индивидуальный режим, когда вожу в автомобиле длительное время В котором у меня больше обратной связи от руля Но при этом более мягкая подвеска В комфортном режиме, который я выбрал здесь, в нижней части, используя кнопку Drive Select Рулевое управление становится более гибким, а подвеска еще более мягкая Поэтому, если вы выбрали использование больших колес То рекомендуется использовать пневматическую подвеску, чтобы компенсировать это Если же вы хотите получить еще больше комфорт То вам следует выбрать меньший размер колес Чтобы получить большую амортизацию от шин Занимательно также то, что при переключении в различные режимы Например, в экономичный режим Или режим для бездорожья В котором автомобиль поднимается немного выше Если бы вы ехали на низкой скорости То автомобиль включил бы режим подъема Который увеличивает клиренс для лучшей проходимости Кроме того, в Audi Q6 Tron появился новый сбалансированный режим Он заменил стандартный авторежим Который использовался многие годы И был переименован для лучшего понимания Так как некоторые клиенты думали, что автомобиль будет делать все самостоятельно В действительности это просто сбалансированный режим Который можно настроить на более мягкие или жесткие параметры В зависимости от желаемого комфорта или динамики езды Однако всегда можно оставаться в сбалансированном режиме Который подходит для любых условий Вы можете наслаждаться комфортной ездой А при желании переключиться на более динамичную настройку Например, при поворотах руля влево и вправо Автомобиль не дрожит А на неровных участках дороги он остается устойчивым и комфортным Даже в более быстрых поворотах рулевое управление остается точным Без зоны мертвого хода руля А ускорение отличное благодаря электромоторам Давайте рассмотрим, сможем ли мы ощутить этот разгон Интересно, не так ли? Действительно, когда вы поворачиваете руль, можно почувствовать, что перед него ось получает больше мощности Это очень интересно и можно сказать, что он может ощущаться менее спортивным, потому что более спортивное ощущение всегда возникает, когда у вас есть больше мощности на задней си Также это работает с режимами вождения Кстати, когда вы находитесь в динамичном режиме вождения Однако, чтобы автомобиль был более экономичным и быстрее выходил из поворота Хорошо, что при повороте руля вы получаете больше тяги на передней си Это действительно очень интересно Сейчас мы едем в гору Кроме того, здесь открывается очень красивый пейзаж И здесь у электромобиля есть хорошая особенность Когда воздух становится более разряженным, нет проблем В отличие от двигателя внутреннего сгорания, например Очень интересный вопрос, кстати, который вы задавали мне ранее Отличается ли его управляемость от Audi Q8 e-tron Которая недавно была модернизирована и переименована И она действительно отличается И мое чутье мне говорит При поездке на Q8 e-tron вы все еще можете нутром почувствовать платформу двигателя внутреннего сгорания А здесь действительно все чувствуется полностью по-другому Понимаете, о чем я говорю? Если вы управляете обычной Audi A6, например, Audi Q8 Или Audi Q8 e-tron То все они ощущаются примерно одинаково Вы садитесь и получаете знакомые ощущения Однако Audi Q6 e-tron ощущается несколько иначе С точки зрения подвески и управления она остается знакомой нам Audi Но все, что происходит вокруг нас Вы чувствуете короткий передний свес И более электрическую составляющую Когда вы управляете этим автомобилем, вы чувствуете это И все это приводит к тому, что Audi могут сделать автомобиль более экономичным и с лучшим запасом хода Кроме того, здесь довольно холодно Поэтому у него также нет таких потерь в дальности хода Особенно при более холодных температурах И вот причина создания этой платформы Специально разработаны электромобили, которые не полагаются на платформы для двигателей внутреннего сгорания BMW поступает иначе Они строят один и тот же автомобиль с разными силовыми агрегатами на одной линии сборки И у обоих подходов есть свои плюсы и минусы Вы можете сделать электромобили лучше, так сказать Когда у вас есть специальная платформа Но с другой стороны, вы можете более гибко реагировать Когда спрос меняется В отношении силовых агрегатов В этом, например, преимущество подхода BMW Однако все зависит от того, как будет развиваться рынок в целом Давайте поговорим о рекуперации, пока едем вниз горы Основная идея заключается в спокойной езде Это означает, что при отпускании педали газа автомобиль катится Что является наиболее экономичным вариантом Если вы не хотите восстанавливать энергию Однако, если вы хотите это сделать Вы можете легко управлять этим процессом, например, нажав на тормоз В этом случае начинается рекуперация Которую водитель может контролировать самостоятельно без каких-либо проблем Вы можете заметить перед нами этот фургон Вы также можете использовать рекуперацию Для этого используется подрулевый лепесток И тогда я могу полностью отпустить педаль акселератора И мы получим некоторую рекуперацию Однако, вы можете заметить, что она не слишком сильная Это первый уровень рекуперации Второй уровень, это когда я уже должен проверить, нет ли кого-то позади меня Потому что рекуперация уже достаточно сильная Затем будет третий уровень, который можно активировать, используя нижний переключатель и переводя машину в режим B В этом режиме мы получим наиболее мощную рекуперацию, которая будет эквивалентом езды с одной педалью Таким образом, все зависит от того, как вы хотите ездить, или, например, когда вы долго спускаетесь по склону В этом случае имеет смысл переключиться в режим B или установить один из уровней рекуперации Действительно впечатляющий пейзаж Однако, следует учесть один важный момент При перезапуске автомобиля рекуперация всегда сбрасывается до стандартного уровня Что означает отсутствие возможности рекуперации энергии, кроме как в свободном спуске с горы или при торможении педалью тормоза Не стоит приписывать это решению Audi, так как это законодательное требование, связанное с циклами потребления и прочими нюансами Производитель может только установить один стандартный режим, но он не может изменить этот закон Audi могли бы также сказать Мы установили все на максимальную рекуперацию и оставим ее как стандартный режим Но все зависит от производителя и от вашего личного выбора Я, например, обычно предпочитаю слабую рекуперацию, чтобы найти компромисс между двумя мирами в целом Однако, по результатам моего тест-драйва, могу сделать вывод, что управление подвеской и рулевое управление достаточно знакомы по другим моделям Audi Но данная новая платформа ощущается более электрической, чем все, что они делали до сих пор Особенно важно отметить, что все предстоящие крупные модели Audi и Porsche будут базироваться на этой платформе Поэтому и базовые ощущения будут примерно одинаковыми Вот почему сегодняшний тест-драйв так важен Какой живописный пейзаж раскинулся здесь за моей спиной? Это Ферерские острова, расположенные в основном в Атлантическом океане, недалеко от Британского побережья Если вы хотите посмотреть еще обзоры, то могу порекомендовать вам обратить внимание на Audi Q8 Neutron, старшего брата этой модели Либо на одного из ее конкурентов, Mercedes EQE